Кузбасские участники показали свои знания в 16 компетенциях. Часть из них отправилась на очные соревнования в Саранск, остальные работали дистанционно на площадках Новокузнецкого торгово-экономического техникума и Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства. Всего в конкурсе приняли участие более тысячи молодых людей со всей страны в возрасте от 12 до 25 лет. Соревновательный процесс в этом году у нас происходит в дистанционном формате, то есть участники у нас работают на камеру и потом мы как технические эксперты также фиксируем все выполненные задания и потом уже эксперты, которые участвуют в оценке, отсматривают материал и выносят свою оценку, свое решение. Чемпион должен быть очень коммуникабельным, очень, можно сказать, подвижным и правильно выполнять все задания. В Кемерове заочно конкурсанты показывали мастерство по таким направлениям, как разработка виртуальной и дополнительной реальности, преподавание в младших классах, облицовка плиткой. И как признаются участники, несмотря на удаленный формат, волнение присутствовало, поэтому приходилось максимально концентрироваться, чтобы достигнуть высоких показателей. Это качество, потому что любитель он делает на скорость тратить денег, опять же, то есть быстро наклеил и ушел. Мастер он делает все аккуратно, вымеряет каждый миллиметр, так же, как и у нас в работе оценка идет в миллиметр. Естественно, нужно точные замеры, точные расчеты, вырезка. Нужно было дать именно аккуратность, терпение и какой-то суперконцентрацию, чтобы не отвлекаться на все вокруг происходящее, потому что время ограничено всегда. Новокузнецкие соревнования чемпионата молодых профессионалов проходили по компетенциям предпринимательства, оформлению витрин, администрированию отелей и ресторан и сервис. По итогам соревнований особенно отличились новокузнечане в сфере гостиничного дела. Самое сложное, это перед самим чемпионатом, перед выполнением стил-тестов собрать себя, собрать свои эмоции в кулак и выступить достойно, чтобы не ошибиться спустя столько тренировок. Это финал, я прошла в десятку по всей России, это очень ответственно, я считаю. Администратор в первую очередь должен уметь общаться с людьми, потому что это его основная задача. Он должен быть средствоустойчивым очень сильно, а также он должен обладать знанием иностранного языка, в лучшем случае английского, но также лучше, чем два иностранных языка или больше. Потому что гости приезжают из разных стран и нужно уметь контактировать с ними и объяснять что-то. В целом по итогам 10-го юбилейного национального чемпионата молодые профессионалы копилка сборной Кузбасса пополнилась 44 наградами. В результате наша команда заняла 8 место среди 85 регионов России.